Здравствуйте! Приветствуем вас на мастер-классах Малом Кодице. Сегодня мы с вами будем делать вот такие декоративные поделки, которые можно использовать как элементы дизайна интерьера или как подарочную упаковку. Для работы нам сегодня с вами понадобится акварельная бумага, акварельная краска или любые другие краски, которые есть у вас под рукой, вода, кисти, ножницы, канцелярский нож, линейка и, самое важное, листы от старой ненужной книжки. В первую очередь мы с вами изготовим кулечек. Для этого вспомнимаем, как раньше в детстве делали. Заворачиваем бумагу по спирали, проклеиваем вот этот вот краешек, и фиксируем. Акварельная бумага в основном белая, иногда бывает желтоватая, редко голубоватая, поэтому мы ее немножко оттенем. Выбираем оттенок, которым хотим закрасить нашу бумагу. Допустим, у нас это будет оранжеватый с охрой. Добавим немножко желтого, чтобы это было поярче и более весенним. Закрашивать можно сплошным цветом, вот как в этом случае. Или делать вот такие вот черточки. Или делать цветные пятна. Тут, в принципе, абсолютный простор для фантазии, для того, что вам больше нравится. В этот раз мы закрасим сплошным оттенком. В процессе закрашивания, пока краска мукрая, акварель очень послушная и очень интересная. В плане цветовых пятен мы можем делать вот такие вот вкрапления, которые растекутся и добавят определенного очарования нашему закрашенному изделию. Кисть лучше брать широкую, потому что узкая, там большие пространства очень долго и неудобно закрашивать. Таким образом покрываем весь наш кудочек. Если где-то вас смущают переходы цвета, пока акварель мукрая, ее можно вот таким вот образом размыть. И переход цвета будет практически незаметен. Можно переворачивать изделие, и тогда капельки будут стекать в абсолютно произвольных направлениях. Вот таким образом мы закрасили наши изделия. Сейчас мы отставим ее в сторону. Она немного подсохнет, а мы с вами займемся изготовлением декоративных элементов. Берем листы от старой книги, вырезаем полоску по ширине, по длине листа, ориентировочную, сантиметров шесть, шевиной. Больше нам не нужно. Будем делать бантик. Берем нашу полоску, складываем ее пополам, не сильно зажимаем серединку, просто фиксируем, чтобы было понятно, где она. От края отгибаем сантиметр вниз с каждой стороны. И теперь в эту серединку вкладываем края вот таким вот образом, чтобы бумага заходила один на один. С помощью ножниц формируем форму половины бантика. и с другой стороны точно так же. С помощью клея фиксируем наши бантики к серединке. Вот таким вот образом. Вот такой у нас получился бантик. Далее мы с вами будем делать простые розочки. Для этого отрезаем полоски, три штучки шириной два-два с половиной сантиметра. Абсолютно неважно, ровные они будут или нет. Далее нам нужно смять бумагу, формируя в принципе гармошку, сжимаем ее со сторон и к центру. Получается такая мятая, своеобразная, гармошечка. Вот таким вот образом. Распускаем, берем краешек, заворачиваем и теперь по спирали выкладываем нашу розочку. Постепенно заворачивая бумагу к центру. Вот таким вот образом. стараемся сильно бумагу не скручивать, чтобы розочка все-таки получилась немного объемная. Край оставшийся заводим под низ, промазываем его клеем и фиксируем всю нашу розочку на край. Вот такая вот быстрая, простая, очень декоративная и примитивная розочка у нас получилась. Повторяем это с другой полоской бумаги. Делаем еще одну розочку. Чтобы роза получилась объемнее, можно взять зубочистку и наматывать эту полоску ткани на зубочистку, варьируя процесс наматывания по высоте зубочистки. Тогда розочка получится более объемная. Но так как нам нужно крепить этот элемент на плоскую поверхность, мы с вами стараемся сделать его все-таки более плоским. Вот таким вот образом. И последняя наша розочка делается точно таким же образом. Складывается полосочка и зажимается в виде произвольной гармошки художественной мятой бумаг. Фиксируем центр. И от центра по спирали закручиваем наш символический цветочек. вот таким вот образом. откладываем пока наши розочки и нашу бантик к нему навернешься немного позже. Сейчас мы будем делать наполнение для нашего плосочка. Берем три листика в стороне ненужной книги. Берем нашу линейку и в произвольном порядке стараясь сделать очень неширокие линии, буквально два-три миллиметра. Делаем определенное количество вот таких вот полосочек. мы их потом с вами фигурно скомкаем и наполним имен наш кулек. сделав из него или какую-нибудь красивую вещику, которую можно использовать в оформлении праздничного стола или использовать его как подарочную упаковку, если внутрь вложить сладости, кинем маленькие сувениры. Вот для нарезания бумажной стружки лучше все-таки подходит канцелярский нож лист скальпель, потому что ножницами это очень долго делать. Откладываем нашу салонку в сторону, возвращаемся к нашему кулечку. Сделаем сначала ему петельку. Для этого возьмем кусочек или бечевки, как у меня, или можно атласной ленты. Здесь полет фантазии, свобода для творчества. Здесь вы можете делать из подручных материалов. Можно использовать хлопчатобумажные нитки, остатки мулинеа, даже можно шерстяные, если подходит по цвету и задумки. Завязываем петельку, промазываем кончик и клеим вот в самый верх нашего кулечка. добавляем элемент шнурка к нашему кулечку, это смотрелось закончено. Элементы декора не выпивались из общего контекста. Фиксируем край и обматываем кулечек два или три раза, можно больше. если есть желание и возможность, в принципе весь кулочек обмотать вот таким шнурком, используя его как основу и так далее. Это придаст ему абсолютно другой вид, колоритность и будет похоже на то, что изделие исподоблено к совершенно центральных макьяв. Вот такая лента импровизированная у нас получилась. Далее берем наш бантик и к нашему бантику приделываем петельку такую же в принципе как мы делали для фиксации нашего элемента. Только делаем маленькое ушко, как будто бантик у нас завязан. Вот таким вот маленькое ушко, не сильно затянутый узелок, на который мы наносим клей и приклеиваем его в серединку нашего бантика. Немного укорачиваем кончики, если получились длинные и чтобы добавить ему большего очарования, распускаем если это бечевка, то распускаем бечевку. Если это атласная лента, с ней тоже можно поиграть, если распустить, она тоже очень забавно смотрится и привносит в декоративный элемент такой свой определенный шарм. Вот таким образом распушиваем наши кончики нашего бантика. вот так вот. Наносим клей на заднюю поверхность бонта и в любое понравившееся вам место на куличке его фиксируем. Следующим этапом берем наши розочки. Можно к ним добавить лепесточки, если их вырезать из ткани. Как вариант можно посмотреть в интернете на сайтах по мастер-классам вариант изготовления цветков из бумаги. можно сделать большими объемными, сделать их разноцветными. Вот таким вот образом у нас получился элемент декоративный. Сейчас мы берем нашу соломку бумажную и в произвольном порядке просто делаем из нее вот такие шарики. Не сильно зажимаем чтобы это не получился очень плотный шар, в произвольном порядке у нее бумагу так намного проще. Если есть необходимость, внутреннюю глючку можно заценить для создания объема остатками тех из тех, с которыми мы с вами работаем. Если это просто декоративный элемент. Если это даже элемент упаковки, то туда лучше набросать вещей, которые будут приятны получать. Вот таким образом наполняем его нашей бумажной соломкой. Стараемся не очень убирать все торчащие в разные стороны края, потому что это добавляет определенный стиль нашим украшением. Вот таким образом буквально за 10 минут из подручных материалов вы сможете создать упаковку для маленького презента, для сладости. Это будет интересно детям, если это будет сделано из яркой бумаги, с какими-нибудь красивыми игрушечками. Или же это можно будет использовать как элемент украшения праздничного стола, если это поставить какой-нибудь небольшой бокал и вписать.